Если у вас Библия с собой, откройте вместе со мной вторую главу послания к Галатам, 20 стих. Требуется, чтобы я провел вас через эти места Писания, потому что я убежден, иначе ничего не будет работать. Дело в том, что все, что не работало в вашей жизни, не работало по этой причине. Я проведу вас через это обозрение. Походу, мы разберем и другие аспекты. Сегодня я эту тему не закончу, но я дам вам духовную пищу, чтобы побудить вас углубиться, исследовать Слово Божье с тем, чтобы вы выяснили, что происходит. Бог хочет, чтобы вы имели все, что, по словам Писания, вы должны иметь. Я говорю, Бог хочет, чтобы вы имели все, что, по словам Писания, вы должны иметь. И моя молитва о вас, чтобы Бог возвратил вам духовный голод, который не прекратится. Возвратил вам голод. Знаете, Писание говорит, «Возврати мне радость спасения моего». Я молился о том, чтобы это произошло со всей нашей церковью. Знаете, бывает так, что становится скучно. Ты перегораешь, все становится обыденным. Вы уже не алчите путей Божьих, не стремитесь к Богу, как это было раньше. Я молюсь о том, чтобы слово, сказанное сегодня, всколыхнуло бы вас. Я убежден, что в день, когда вы, как христианин, придете к выводу, «Я знаю почти все, что мне надо знать», я вам говорю, придет Бог и скажет, «Нет, ты не знаешь», потому что вы должны переживать сверхъестественное намного больше, чем вы испытываете его сейчас. Сегодня мы поговорим о конкретных вещах, и эта проповедь станет для вас благословением. Давайте начнем с 20 стиха 2 главы Послания к Галатам. Прочтем этот стих вместе. Готовы? Читаем. Я сороспелся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Подчеркните слова. «Живу верою в Сына Божия». «Какой верой мы живем?» «Верою в Сына Божия». «Какой верой мы живем?» «Верою в Сына Божия». Скажите громко, «У меня есть вера в Сына Божьего». «Откройте первую главу 2-го послания Петра». «Второе послание Петра, 1-я глава». «И когда откроете, прочитайте первый стих». «Второе Петра, 1-я глава, 1-й стих». Прочтем первый стих вместе. Готовы? Читаем. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде через праведность Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Обратите внимание на то, что мы приняли равнодрагоценную веру. Мы приняли ее через праведность. Мы приняли ее через нашего Спасителя Иисуса Христа. Опять-таки, заметьте, «Мы приняли свою веру через Иисуса Христа». Скажите, «У меня есть вера Иисуса Христа». «Я принял веру моего Спасителя». Откройте 3-й стих 12-й главы послания к римлянам. Мы начнем. Послание к римлянам, 12-я глава, 3-й стих. Прочтем 3-й стих вместе. Готовы? Читаем. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, есть мера веры, которая была уделена вам. Во втором послании Петра сказано, что вы приняли равнодрагоценную веру через Иисуса Христа. Вы живете эту жизнь верою Иисуса Христа. Вот что я хочу донести до вас. В день, когда вы родились свыше, вы приняли драгоценную веру. Вы приняли сверхъестественную веру Иисуса. В вас пребывает сверхъестественная вера Иисуса. Сейчас я не говорю о вере, которая приходит от слышания. Это произошло, когда вы были грешником и услышали Слово. Чем больше вы Его слышали, тем больше Ему верили. А затем, откликнувшись на Слово, вы получили рождение свыше. Но когда вы родились свыше, эта сверхъестественная вера Иисуса была вложена в вас. Вам была уделена мера веры. Я хочу это сказать, потому что хочу, чтобы вы поняли, если что-то не происходит, то это не потому, что у вас нет веры. Причина отсутствия проявления благодати Божьей в том, что у вас неверие. Когда у вас нет проявлений благодати Божьей, это происходит не из-за отсутствия веры. Вера у вас есть. Иисус сказал, для того, чтобы совершить то, что необходимо совершить, требуется вера с горчичное зерно. Но каждый раз, когда ничего не совершается, когда вы не видите проявлений, вы сразу же начинаете думать, «Мне нужно больше веры. Мне требуется больше веры». Вот что я вам скажу. У вас есть вера Иисуса. И кто из вас знает, что вера Иисуса совершенная? Да? Вы это знаете, правильно? Вера Иисуса абсолютно совершенна. Тем не менее, придя в свой родной город, Он не совершил там многих чудес по неверию их. Именно присутствие неверия всегда будет блокировать вашу веру. У вас может быть и вера, и неверия в одно и то же время. Если у вас две лошади, и одна из них тянет в одну сторону, а другая в другую, тогда то, что в середине, не движется. Если они тянут с равной силой, ничего в середине не движется. Подобным же образом, если вера действует в одном направлении, а не веря в другом, то результата нет, не происходит ничего. Авраам был великим человеком Божьим не потому, что у него было больше веры, чем у вас. Он был великим человеком Божьим, потому что у него не было неверия столько, сколько у вас. Вера и неверия могут быть в человеке одновременно. Помните, как человек, с которым говорил Иисус, сказал, «Верую, Господи, помоги моему неверию». У него была вера, и в то же самое время неверие. Причина, почему я затрагиваю этот вопрос, в том, что если вы не будете этого знать, вы продолжите предъявлять себе претензии, что у вас недостаточно веры, вместо того, чтобы разобраться с фактором, противодействующим вашей вере, то есть с неверием. Когда присутствует неверие, оно противодействует вере, блокирует ее. Будет казаться, что вам требуется больше веры, но у вас уже есть вера Иисуса. Она работает. Однако, так же у вас есть и неверие, которое блокирует вашу веру. Пожалуйста, послушайте, что я вам говорю. К примеру, вы верите в исцеление, как было и со мной в случае с Полипом. Вера у меня была. У меня было достаточно веры, чтобы получить исцеление без всякой операции. Но в то же самое время у меня было и неверие. Появившись, неверие заблокировало мою веру. И я думал, «Господи, что происходит? Я исцелялся от намного худших болезней. Что же произошло?» И я думал, «Мне нужно больше веры». Нет, нет, нет. Именно присутствие неверия блокировало мою веру. Если вы не будете знать о присутствии неверия, то вы не будете чувствительны к тому факту, что проявление благодати Божьей не произойдет до тех пор, пока вы не разберетесь с неверием. Вера и неверие действуют одновременно. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. Отец приводил своего сына к ученикам Иисуса. У сына была эпилепсия, и отец приводил его к ученикам и говорит Иисусу в 17 главе Евангелия от Матфея, «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Мальчик был одержим бесом. Бес бросал его в огонь, бросал воду, и ученики Иисуса не смогли исцелить его. И Иисус запретил бесу. Мальчик в тот же момент исцелился, и ученики спросили Иисуса, «А почему мы не могли исцелить мальчика? Почему мы не смогли получить результаты, а должны были». В первом стихе 10 главы Евангелия от Матфея говорится, что Иисус дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. В 6 главе Евангелия от Марка мы видим, как они изгоняют бесов и исцеляют людей. Так что они должны были бы делать это. Но что произошло? А произошло следующее. Когда они увидели приступ у мальчика, увидели пену изо рта и прочие симптомы, к ним пришло неверие. Но они не знали, что оно пришло, и потому подумали, что у них проблема с верой. «Господи, умножь мою веру». Но Иисус сказал, «Не надо вам больше веры, вам надо устранить неверие». Он сказал, «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». Не надо больше веры, надо устранить свое неверие. Потому что когда они задали вопрос, «Господь, почему мы не получили результатов?» Иисус дал такой ответ, «По неверию вашему». Многие христиане не хотят признавать, что у них неверие. Когда Бог сказал мне о моем неверии, я ответил, «Господи, но у меня есть вера». Он сказал, «Но в то же время у тебя есть и неверие, и именно оно блокирует твою веру». Поэтому вам необходимо выяснить, каким образом появляется неверие, как оно приходит. Вам необходимо распознавать момент, когда неверие проявляет свое уродливое лицо в процессе, когда вы стараетесь получить проявление исполнения обетования. Кто из вас знает, что согласно Писанию вы имеете все необходимое для того, чтобы жить жизнью, угодной Богу? Это вы знаете, верно? Вы также знаете о завершенном деле Иисуса Христа. Все, что вам нужно, все, о чем вы попросите, все, о чем вы молитесь, уже было сделано. Ваши исцеления были обеспечены, ваши избавления были обеспечены, ваше преуспевание было обеспечено. Все, что необходимо для жизни и благочестия, уже было обеспечено. Также вы знаете, что спасение пришло ко всем людям, оно стало доступно каждому. Так почему же спасены не все? Потому что они не активировали веру или недостаточно поверили, чтобы принять то, что благодать сделала доступно для них. Подумайте о многом из того, во что вы верили, но этого не произошло. При этом вы, как и большинство из нас, придумывали религиозные отговорки, почему этого не произошло, вместо того, чтобы поступить, как сказал Иисус, только веруй. Вы помните, как в пятой главе Евангелия от Марка «Дочь Иаира была при смерти». И Иисус направлялся в дом Иаира, чтобы возложить руки на нее, чтобы она выздоровела. И вот пришел слуга из дома Иаира и сказал, «Больше не утруждай учителя, дочь твоя умерла». И Иисус в ответ на это сразу же сказал, «Не бойся, только веруй». Он показал, «У тебя есть и вера, и неверие, но я хочу, чтобы ты только веровал». Видите, почему Он это сказал? Потому что вы можете одновременно иметь и веру, и неверие, но я хочу, чтобы ты только веровал. Я хочу, чтобы ты только веровал. Поэтому, как христианину, желающему видеть проявление благодати в своей жизни, вам необходимо понять, достичь этого можно тогда, когда вы только веруете. Если же у вас неверие, то оно заблокирует вашу способность получить доступ к тому, что благодать сделала возможным для вас. Если вам это понятно, скажите «Аминь». Скажите «Только веруй». Что я имею в виду по словам «Только веруй»? У вас не должно быть неверия, но для этого вам необходимо уметь идентифицировать неверие и узнавать, когда оно появляется. Вам необходимо знать, когда оно появляется. В первой главе послания Иакова говорится, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Что вы за человек, когда у вас и вера, и неверие? Вы — человек с двоящимися мыслями. Когда у вас одновременно и вера, и неверие, вы — человек с двоящимися мыслями. И тогда о вас сказано, «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Поэтому для того, чтобы получить доступ к тому, что благодать сделала для вас возможным, потребуется быть человеком с целостным умом. Я открою вам что-то удивительное, но мы жили не так. Необходима целостность ума. Послушайте, я рад тому, что вы радуетесь завершенному делу Иисуса. Я рад, что вы знаете, я уже исцелен. Я очень рад, но знаете, что меня печалит? Если вы всю жизнь будете знать, что все это возможно, но никогда не увидите исцеление в своей жизни, не получите доступ, и это почти что трагедия. Это все равно, что человек, находящийся у колодца, умирает от жажды, потому что ему нечем зачерпнуть воды. Так оно и есть. И разве это не трагедия? Умирать от жажды, находясь у колодца. Я не хочу, чтобы такое происходило. Я не хочу, чтобы такое происходило с людьми, которых я люблю. Я не хочу, чтобы такое происходило с этой церковью. И то, что я хочу сказать каждому человеку на планете, необходимо услышать то, что я скажу сегодня. Я так думаю. Суть не в самих словах, но в ясности, которую они дают. Почему не работает вера? Кто из вас думал, что вам нужно больше веры каждый раз, когда что-то не исполнялось? Господи, мне нужно больше веры. Мне нужно больше читать Писание, больше молиться. Мне нужно больше веры. И даже в расширенном и в других переводах Библии сказано, что им нужно было больше веры. И я так думал. Мне нужно больше веры. Я не смог этого сделать, потому что веры у меня было недостаточно. Так меня учили. У Авраама не было веры более великой, чем у нас с вами. Просто он не допускал в свою жизнь неверия каждый день, всё время. Понятно? Вот ключевой момент. Как мне определить проявление раздвоения ума? Как мне определить раздвоение ума? Как мне определить, когда у меня вера и в то же самое время неверие? Вот с чего мы начнём. Первое. Я знаю, что у меня неверие, когда я, во-первых, полон забот. Второе, полон беспокойства. И третье, полон страха. Присутствие забот, страха и беспокойства. Когда я поглощён заботой, Бог говорит, «Ты исцелён, но я несу на себе стресс и заботу». Я несу на себе стресс и заботу ситуации. Это раздвоение ума. Один говорит, «Я исцелён», а другой, «Боже, симптомы». Если вы поглощены заботой, вы думаете о проблеме всё время. Беспокойство. Что такое беспокойство? Это негативное размышление о неправильном. Вы исцелены, но потом размышляете о неправильном. Неправильное касается ваших мыслей. Беспокойство, заботы, страх. Страх — это когда вы думаете, «А вдруг не получится?» «Я боюсь, вдруг то, что обещал Бог, не произойдёт». Вот три способа определения неверия. Если у вас стресс, и вы несёте на себе заботу о ситуации, значит, присутствует неверие. Если вы о чём-то беспокоитесь, присутствует неверие. Если вы боитесь, что это не произойдёт, как в Библии, присутствует неверие. Неверие приходит в трёх формах. Оно приходит в трёх формах. Неверие приходит в трёх формах, и определить его вы можете через страх, заботу и беспокойство. Но проявляется оно в трёх формах. Первое — невежество. Невежество — значит незнание. Поэтому есть люди, которые во что-то не верят, просто потому, что они не знают. Я в это не верю, потому что ничего об этом не знаю. Каково же противоядие невежеству? Говорите истину. Проповедуйте истину. И когда она будет принята, невежество будет изгнано, и вместе с ним уйдёт и неверие. Итак, неверие может прийти через невежество. Противоядие или средство против невежества — проповедовать истину. И если истина будет принята, то неверие, пришедшее в форме невежества, уйдёт. Вторая форма. Я не слишком быстро продвигаюсь, потому что я разгоняюсь, как самолёт при взлёте. Вторая форма, в которой может проявиться неверие, — это неправильная вера. Неправильная вера несколько отличается от неверия. Неверие появляется в результате неправильной веры. Неправильная вера — это результат неверного учения. Когда вас чему-то неправильно научили, вы это приняли, сделали частью своего традиционного мышления. Тогда, когда тот же аспект преподают правильно, вам трудно поверить по причине неверного учения, которое вы услышали раньше. Помните, когда я начал учить о благодати Божьей? Я сказал много такого, что казалось очень радикальным, потому что вас неверно научили. Слава Богу, вы не стали цепляться за неверные учения, но это было испытание традиции. Я никогда раньше такого не слышал. Меня учили не так. Когда вас неправильно научили, и вы из-за этого неверного учения не верите истине, тогда, чтобы избавиться от неверия в форме неправильной веры, вам надо принять решение, что вы будете верить Слову Божьему больше, чем традиционному мышлению. То есть, я обращаюсь к Библии, там есть два-три места по какому-то вопросу, и я принимаю решение. Да, меня так учили, но вот что два-три раза сказано в Писании, поэтому я изменю свое мышление по этому вопросу. В результате уходит неправильная вера, а вместе с ней уходит и неверие. Третье. Третья форма, в которую приходит неверие, это естественное неверие. Естественное неверие. Что такое естественное неверие? Это неверие, приходящее в результате того, что воспринимают ваши органы чувств. Ученики Иисуса пытались избавить мальчика от беса и исцелить его. Но когда они увидели пену изо рта, когда они увидели, что у него начались судороги, когда они все это увидели, то хотя они и помолились, как всегда, но увиденное имя привело с собой неверие, потому что их глаза сказали им, «Не получилось». Их органы чувств сказали им, «Не получилось». Поэтому вот что нам надо сделать. Достичь позиции, когда мы обучим свои чувства развлечению добра и зла. Когда мы через пост и молитву научим свои чувства, научим свое тело быть в согласии со Словом Божьим и рожденным свыше Духом, вы можете обучить свое тело через пост и молитву. Вы можете сказать ему, «Ничего с тобой не будет, если ты не поешь в 12 часов». Для этого и нужен пост. Пост существует для противодействия плоти. Пост существует для приведения вашего тела в позицию, когда ваши чувства ввергают вас в неверие. Позже мы поговорим об этом подробнее. Я хотел сразу же начать с темы поста, потому что на этом мы закончили на прошлой неделе, и мы вкратце повторим. Но я обнаружил еще один фактор, огромный фактор, вызывающий неверие в жизни христиан. Я думал, что действие его ограничено небольшим количеством людей. Но изучая Слово Божье, я пришел к пониманию того, что вероятно, каждый из присутствующих здесь на протяжении дня сталкивается с этим. И вот что это такое — ожесточение сердца. Я думал, что ожесточение сердца бывает только у людей, живущих в бунте против Бога, у людей, ненавидящих Бога. Я думал, что твое сердце ожесточается, когда ты в бунте против Бога. Я думал, что твое сердце ожесточается, когда ты ненавидишь Бога. Однако это не так. Ожесточившееся сердце производит неверие Я покажу вам что-то, и в результате придет ясность И когда она придет Вы увидите и поймете какие-то вещи, и скажете Так вот, что на самом деле значит это местописание Теперь понятно, о чем речь Я хочу начать с местописания из 6 главы Евангелия от Марка Евангелие от Марка, 6 глава И в 6 главе Евангелия от Марка начнем с 35 стиха Следите очень внимательно 35 стих Речь идет о чуде, когда Иисус накормил 5000 мужчин, не учитывая женщин и детей Значит, где-то 15 тысяч человек было накормлено в этот день Сейчас узнаем, с чего все началось С 35 стиха И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят Место здесь пустынное, а времени уже много Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения И купили себе хлеба, ибо им нечего есть Он сказал им в ответ Вы дайте им есть И сказали ему Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите Они, узнав, сказали Пять хлебов и две рыбы Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве И сели рядами по 100 и по 50 Он взял пять хлебов и две рыбы Возрев на небо Благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим Чтобы они раздали им И две рыбы разделил на всех И ели все и насытились И набрали кусков хлеба и остатков от рыб Двенадцать полных коробов Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей Теперь послушайте И тотчас Это происходит после того, как Иисус сверхъестественным образом Накормил свыше пятнадцати тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами Все согласны, что это чудо Пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей Пятнадцать тысяч человек было накормлено Библия говорит И ели все и насытились Они все наелись досыта Это чудо Представьте, что было бы, если бы вы были свидетелями этого чуда Это было бы очень волнующе Стать свидетелями этого чуда Иисус делает потрясающие дела Но послушайте Сорок пятый стих И тотчас Понудил учеников своих войти в лодку И отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде Пока он отпустит народ Иисус настоял на том, чтобы ученики сели в лодку И отправились на другую сторону Где он их потом встретит Вам надо понимать, что ученики Иисуса Были опытными рыбаками Они знали природные признаки И понимали, что погода портится Поэтому Иисус понудил их войти в лодку Так как они знали, что надвигается буря Иисус встретит их на другой стороне Сорок шестой стих И отпустив их, пошел на гору помолиться Вечером лодка была посреди моря А он один на земле И увидел их бедствующих в плавании Потому что ветер им был противный Около же четвертой стражи ночи Подошел к ним, идя по морю И хотел миновать их Они, увидев его, идущего по морю Подумали, что это призрак И скричали Ваша любовь и финансовая поддержка Приносят плоды во всех уголках мира И за это хотим сказать вам спасибо Я хочу начать с местописания Из шестой главы Евангелия от Марка Евангелия от Марка, шестая глава И в шестой главе Евангелия от Марка Начнем с тридцать пятого стиха Следите очень внимательно Тридцать пятый стих Речь идет о чуде Когда Иисус накормил пять тысяч мужчин Не учитывая женщин и детей Значит, где-то пятнадцать тысяч человек Было накормлено в этот день Сейчас узнаем, с чего все началось С тридцать пятого стиха И как времени прошло много Ученики его, приступив к нему, говорят Место здесь пустынное, а времени уже много Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения И купили себе хлеба Ибо им нечего есть Он сказал им в ответ Вы дайте им есть И сказали ему Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но он спросил их Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите Они, узнав, сказали Пять хлебов и две рыбы Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве И сели рядами по сто и по пятидесяти Он взял пять хлебов и две рыбы Возрев на небо Благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим Чтобы они раздали им И две рыбы разделил на всех И ели все и насытились И набрали кусков хлеба и остатков от рыб Двенадцать полных коробов Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей Теперь послушайте И тотчас Это происходит после того, как Иисус сверхъестественным образом Накормил свыше пятнадцати тысяч человек Пятью хлебами и двумя рыбами Все согласны, что это чудо? Пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей Пятнадцать тысяч человек было накормлено Библия говорит И ели все и насытились Они все наелись досыта Это чудо Представьте, что было бы, если бы вы были свидетелями этого чуда Это было бы очень волнующе Стать свидетелями этого чуда Иисус делает потрясающие дела Но послушайте Сорок пятый стих И тотчас Понудил учеников своих войти в лодку И отправиться вперед на другую сторону К Вифсаиде Пока он отпустит народ Иисус настоял на том, чтобы ученики сели в лодку И отправились на другую сторону Где он их потом встретит Вам надо понимать, что ученики Иисуса Были опытными рыбаками Они знали природные признаки И понимали, что погода портится Поэтому Иисус понудил их войти в лодку Так как они знали, что надвигается буря Иисус встретит их на другой стороне Сорок шестой стих И отпустив их, пошел на гору помолиться Вечером лодка была посреди моря А он один на земле И увидел их бедствующих в плавании Потому что ветер им был противный Около же четвертой стражи ночи Подошел к ним, идя по морю И хотел миновать их Они, увидев его, идущего по морю Подумали, что это призрак И скричали Ибо все видели его и испугались И тотчас заговорил с ними и сказал им Ободритесь, это я, не бойтесь И вошел к ним в лодку, и ветер утих И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились Ибо не вразумились чудом над хлебами Потому что сердце их было окаменено Да о чем это он говорит? Послушайте Ученики недавно стали свидетелями чуда Они видели, как Иисус сделал нечто невозможное Иисус сажает их в лодку Приходит буря Ученики изо всех сил кричат Они думают, мы сейчас умрем Они думают, что Иисус, появившись, будет делать то же, что делают они Они думали, что Он будет бегать по берегу и кричать Ничего, все будет хорошо Но Он этого не сделал Библия говорит, что в то время, как ученики тревожились Он подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их Сделаем паузу Давайте рассмотрим, что происходит в вашей жизни Проблемы в браке К пятницам нужны деньги Сложная семейная ситуация Появляется Иисус и говорит Ну, это просто У меня есть решение Нет проблем Он справился с ситуацией Иисус прошел по воде к ученикам Хотя дул сильный ветер Обратите внимание на реакцию учеников Он проходит мимо них, как будто ничего не произошло Успокаивает бурю Ученики смотрят на Него И я хочу, чтобы вы подчеркнули вот что И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились Вот в чем дело Они не должны были изумляться Этого не должно было произойти Ведь они видели чудо с хлебами Если Он накормил 15 тысяч человек Вы хотите сказать, что Бог, накормивший 15 тысяч человек Не может справиться с ветром Они изумились Писание говорит Ибо они вразумились чудом над хлебами Потому что сердце их было окаменено Их сердца были окаменевшими Теперь слушайте очень внимательно Вы помните обетование, которое Бог дал Аврааму Что у него будет сын? В послании к римлянам Библия говорит И мы сейчас прочтем это место Что Авраам не помышлял Что тело его омертвело И утро вассарено в омертвении Помните это? Он помышлял только об обетовании Помышлять значит обдумывать Буквально размышлять о чем-либо Авраам об омертвении не думал И не допускал такие мысли в свой ум Он допускал в свой ум только обетование А не то, в чем состояла проблема Однако ученики Иисуса Не позволили войти в свой ум тому Что сделал Иисус Задумайтесь, почему они изумились? Почему изумились? Потому что их сердца были окаменевшими Они ожесточились Они изумились по причине окаменевшего сердца Знаете, если бы Иисус сделал здесь изумительное дело И вы бы изумились То вам, в зависимости от вашей реакции Следовало бы задать себе вопрос Вам не следует изумляться Изумляться вы не должны Я вам гарантирую Если бы я воскресил мертвого Или пришел бы Иисус И сделал нечто подобное Вы бы изумились А изумляться вам не следует Следите за мыслью внимательно Сердце их было окаменевшим Я думал, что человек с окаменевшим Ожесточенным сердцем Это человек-бунтарь против Бога Так оно и есть Но ожесточение сердца Не ограничивается только человеком Бунтующим против Бога Или ненавидящим Его Если бы вы изумились тому Что Иисус идет по воде Или другим сверхъестественным Проявлением Божьим Это значит, что у вас Окаменевшее сердце Если бы вы удивились Итак, ожесточение сердца Это не только бунт против Бога Оно бывает не только у того Кто бунтует против Бога Ожесточение сердца В наипростейшем смысле И мы по ходу разберем этот вопрос подробно Более относится к естественному Чем к сверхъестественному Если вы больше связаны с естественной сферой Чем со сверхъестественной Это значит, что ваше сердце окаменевшее Если вы больше связаны с естественной сферой Чем со сверхъестественной Это значит, что ваше сердце окаменевшее Если вы больше связаны с естественной сферой Если происходящее в этой видимой сфере Более реально для вас Чем происходящее в сфере сверхъестественной У вас окаменевшее сердце На вас происходящее в мире Действует больше всего остального в то время как на вас должно действовать то, что говорит Слово Божье. У нас есть целое поколение верующих, у которых окаменевшие сердца, потому что то, что мы видим своими глазами, действует на нас больше, чем то, что мы слышим из Слова Божьего. На нас больше действует то, что мы слышим в теленовостях, то, что говорят люди, на нас действует всё это. Но на нас не действует, и мы не помышляем о том, что говорит Слово Божье. И наше окаменевшее сердце приносит неверие. То, что вы примете из проповедуемого мною, зависит от состояния вашего сердца. Некоторые люди говорят здесь сегодня О, слава Богу, как это хорошо, аллилуйя, я понимаю А другие, не понимаю, что он говорит, да мне все равно Причина в состоянии вашего сердца, а не во мне Причина в состоянии вашего сердца Вам не надо оглядываться и думать, кто именно Это относится ко всем Я вам прямо скажу, это относится ко всем Поэтому, вот что я пытаюсь сделать с помощью Святого Духа Изложить вам все так, чтобы вы поняли, что необходимо сделать для того, чтобы вывести себя из этой ситуации Вы можете быть... Послушайте, вы можете быть хорошим, нравственным человеком и при этом иметь окаменевшее сердце Вы можете не курить, не ругаться, не ходить по барам, но при этом иметь сердце, окаменевшее по отношению к Богу Давайте начнем Я хочу вложить в ваше мышление истины, а потом пойдем дальше Сегодня я положу первый слой, и мы будем оставаться в этой теме, пока вы не поймете Наше сердце может быть окаменевшим, и иметь окаменение сердца значит... Давайте поразмышляем о значении слова Окаменение сердца согласно 8 главе Евангелия от Марка Перелистните туда От Марка 8 глава Что здесь говорится об окаменении сердца? Евангелие от Марка 8 глава 17 стих Окаменение сердца согласно Слову Божьему определяется так Мне необходимо дать определение из Слова Божьего, чтобы потом дать вам истины, применимые к вашей жизни Если у вас окаменевшее сердце, то вы не можете получить никаких проявлений благодати С человеком, у которого окаменевшее сердце, ничего не происходит Я говорю вам, чудесные христиане и проповедники и пасторы Я говорю вам сейчас Окаменевшее сердце приносит неверие И в вашей жизни не будет проявления благодати Откройте Евангелие от Марка 8 глава 17 стих Давайте прочтем стихи с 17 по 19 вместе Иисус, уразумев, говорит им Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите Имея уши, не слышите И не помните Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек Сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать Обратите внимание на то, что согласно этому месту Писания Иисус определяет окаменевшее сердце Как лишенное мудрости, лишенное рассуждения и лишенное понимания Окаменевшее сердце не имеет мудрости Не имеет рассуждения и не имеет понимания Ваше сердце становится окаменевшим По причине того, что вы не размышляете Давайте прочитаем 6 главу Евангелия от Марка Евангелие от Марка 6 глава, 52 стих Что здесь сказано? Ибо не вразумились чудом над хлебами Потому что сердце их было окаменено Вот оно, определение Ваше сердце становится окаменевшим из-за того, что вы не размышляете Оно становится таким по причине того, что вы не размышляете О чем вы не думаете по причине того, о чем вы не размышляете По причине того, что вы не обдумываете На самом деле, все эти слова подразумевают размышления Подумайте о том, что я сейчас говорю Мое сердце может окаменеть по причине того, что я не размышляю Это может работать как в хорошем, так и в плохом аспекте Послушайте, если я хочу, чтобы мое сердце окаменело к греху То мой способ сделать, чтобы я не совершил греха, — не думать о нем Я хочу иметь окаменевшее сердце к курению, тогда я не думаю о нем Вы не можете быть искушаемым чем-либо, прежде не подумав об этом Неверие приходит через ваш процесс мышления Вы не можете быть искушаемым чем-либо, прежде не подумав об этом Значит, если вы хотите, чтобы ваше сердце к чему-то окаменело, не помышляйте об этом Если вы хотите, чтобы ваше сердце к чему-то окаменело, не думайте об этом Не размышляйте об этом, не обдумывайте это, не прогоняйте это через разум Вот что я говорю, очевидно, что если вы что-то делаете, и это проявляется в вашей жизни, вы об этом думаете Вы это обдумываете, вы об этом помышляете То, о чем вы думаете, мыслите, помышляете, к тому у вас и будет чувствительность сердца Но если вы хотите ожесточить к чему-то свое сердце, не помышляйте об этом Подобным же образом, если вы хотите ожесточить свое сердце к сверхъестественному Если вы хотите ожесточить свое сердце к тому, что благодать сделала для вас доступным Тогда не помышляйте об этом, не думайте об этом Не обдумывайте это, не смотрите на это, не созерцайте это, не держите это в уме И тогда ваше сердце будет окаменевшим к исцелению, доступному вам Ваше сердце будет окаменевшим к преуспеванию, доступному вам Будет окаменевшим ко всему, что Бог сделал для вас доступным Почему? Потому что вы не думаете, не мыслите, не носите в разуме и не размышляете об этом. А если вы о чём-то не думаете, не мыслите и не носите в разуме, то ваше сердце будет окаменевшим к этому. Вот так. Я говорю вам, что неверие — единственный способ, как неверие может прийти к вам, это если вы ожесточите своё сердце против Слова Божьего. А делается это через неразмышление о Нём. Сердце учеников ожесточилось, окаменело к чуду, которое Иисус делал на море. Почему? Потому что они не размышляли о чуде с хлебами. Они о Нём не думали. У них не было мудрости, рассуждения, понимания. Они не помышляли, не обдумывали, не размышляли над тем, что произошло. Если бы они думали, мыслили, размышляли о чуде с хлебами, слава Богу, тогда, увидев другое чудо на море, они не изумились бы. Почему? Потому что они бы думали, размышляли, постоянно смотрели на это, делали бы всё это. И говорю вам, я знаю, что то, что я проповедую сегодня, люди перестали делать. Они делали это много времени назад, но потом появилось много чего. У нас теперь есть социальные сети, нам есть много о чём помышлять. А сколько остаётся для слова? Может быть, полпроцента, если вы пришли в церковь. Если вы хотите узнать, почему не видите чудес, о которых говорится в книге «Деяния», если вы хотите узнать, почему с вами не происходят чудеса, происходившие с Авраамом, если вы хотите узнать, почему вы не видите таких проявлений, проверьте, как вы слушаете меня сейчас. Проверьте, проэкзаменуйте себя сейчас. «О, опять это!» Значит, у вас окаменевшее сердце. Состояние вашего сердца определяет, что с вами происходит, когда вы приходите в церковь. Некоторые из вас подпрыгивают от радости. «О, слава Богу!» А другие, когда же он уже закончит? В этом случае у вас окаменевшее сердце, потому что вы не размышляете. Я говорю вам, но вы, начиная с сегодняшнего дня, не помышляете об этом. Я проповедую не для того, чтобы осудить вас. Не такая у меня цель. Я проповедую для объяснения, а не для суждения. Меня обеспокоило, что при том, что мы так часто говорим, что любим Господа, мы вообще не думаем о Нем. Мы не думаем о том, что Он сказал. Мы не думаем о Его обетованиях. Мы желаем Его обетований, когда у нас возникает проблема. Но даже когда у нас возникает проблема, и мы желаем обетования, мы помышляем о проблеме больше, чем об обетовании. Обетование не может исполниться, потому что проблема отнимает больше времени. Проблема оккупирует наш разум. «Где же мне взять денег? Как заплатить налоги?» Вы думаете так, вместо того, чтобы... Минутку! Бог восполнит все мои нужды по богатству своему в славе. Я уповаю на незаслуженную благодать, а не на свои усилия. Вот на что я уповаю. И как только приходит неправильная мысль, я отталкиваю ее. Нет, нет, нет! Об этом я размышлять не буду. Потому что, думая о неправильном, я ожесточу свое сердце к тому самому обетованию, исполнение которого я желаю в своей жизни. О, думаю, вы начинаете понимать. Давайте подойдем к этой теме с другой стороны. То, на чем вы фокусируете свое внимание, к тому вы и будете чувствительны. А то, чем вы пренебрегаете, к тому вы будете нечувствительны. То, на чем вы фокусируете свое внимание, к тому вы и будете чувствительны. Если вы будете фокусировать свое внимание на слове об исцелении, на слове об обеспечении, если вы будете фокусировать свое внимание на этом, К этому у вас и будет чувствительное сердце. Но если вы этим пренебрегаете, все, чем вы пренебрегаете, к тому вы и ожесточаетесь. Большинство из вас пренебрегали путями Божьими и уделяли внимание делам мира. Помните местописание, Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих, где сказано, «Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Знаете, в чем правда? В том, что ваше сокровище в мире, и там же ваше сердце. Ваше сокровище на внешней стороне всех благословений. Вы более всего цените внешнее. О, но брат Доллар, ведь так поступают все. А что толку проповедовать о том, что делают все? Нам что, в эти времена делать то же, что и все? И знаете, все, кто это делает, это те же самые люди, у которых нет проявлений благодати. Поскольку все делают то же, что и остальные, ни одна из церквей не делает того, что должна бы делать. Семидесятые — это была эра людей, живших отделенной жизнью, поэтому они и видели то, что необходимо было видеть. А сейчас, независимо от того, сколь велика моя вера, что делать в собрании верующих с окаменевшими сердцами? Слушая меня, эти люди говорят, «С вами что-то не так. Вы говорите нам быть какими-то сверхчеловеками». Я не хочу, чтобы, когда придет Иисус, я оказался невежественным. Я должен судить свою жизнь и смотреть, где мое сердце ожесточилось. Глядя на свою жизнь, я должен говорить, «Ты пренебрегал этим, и твое сердце ожесточилось». Поэтому начни размышлять, чтобы твое сердце снова стало чувствительным. Мы не должны быть христианами только по воскресеньям. Каждый может приходить в церковь по воскресеньям, пьяный, надломленный, обанкротившийся. Но это должно быть не только по воскресеньям. У нас должно быть такое желание к Слову Божьему. Везде, где проповедуется Слово, я хочу слышать его. Не говорите, что этого сделать нельзя, потому что я сам это делал. Я ходил в церковь каждый вечер, я искал проповедующих Слова. Еще до появления христианских телеканалов и станций, я искал, кто проповедует Слово. «Я хочу пойти туда, я хочу там быть, я хочу слушать Слово». Неудивительно, что в моей жизни стали происходить события, потому что мое сердце было чувствительным к Слову, ведь я постоянно размышлял о том, что оно говорит. А сегодня люди считают тебя сумасшедшим, если ты им говоришь, «Приходите в церковь дважды в неделю». Вы в своем уме? Я хожу в церковь по воскресеньям, и этого мне достаточно. А что если бы Бог вам сказал, «Ты ходишь в церковь только по воскресеньям?» Ну тогда и не увидишь меня до воскресенья. Послушайте, мы или будем так жить, или нет. Мы слишком часто играем в игры. У нас окаменевшее сердце, которое надо сделать чувствительным к путям Божьим. А мы живем так, что у меня даже нет слов, чтобы описать то, что я вижу и что я слышу. Поэтому у меня так. Я не хочу быть рядом с определенными вещами. Я не хочу быть рядом с определенными людьми. Я не хочу слышать определенные вещи, потому что я знаю, если я это услышу, то стану об этом размышлять, а потом придется избавляться от этого, потому что такое общение принесет неверие. А я не хочу быть рядом с людьми, которые все время накачивают меня неверием. Вы думаете, что я пытаюсь быть супердуховным, но я просто работаю над чем-то. Вы думаете, что со мной что-то не так. «Находясь рядом с вами, я могу прыгнуть в ванную и креститься». Когда вы такое говорите людям, они думают, что это ненормально, из-за того, что это последние 30 лет не считалось нормальным. Люди перестали это делать. Они решили, «Проповедник, больше мы этого не делаем. Осовременьте свою старую религию». И знаете, что произошло? То, что мы видели 30 лет назад, сегодня мы уже не видим. Почему? Из-за окаменевших сердец. А причина этого — пренебрежение. Люди не размышляют над словом. Меня это очень волнует. И я плакал сегодня, потому что думал, «Боже, Ты так благ, что показываешь нам это. Насколько Бог благ, что показывает нам происходящее с тем, чтобы мы исправились, и Он не был ограничен в том, что Он хочет сделать в нашей жизни в этом году. Насколько Бог благ, насколько Он благ. Но люди с окаменевшим сердцем говорят, «Не хочу я это слышать. Не хочу я этого не слышать, не понимать. Требования слишком высокие». Они встают и уходят, говоря, «Нет, мне с ними не по пути. Слишком высокие требования». Я знаю, что единственное, что я должен делать — доказывать вам истину на примере своей жизни. Я, как пастор, должен доказывать вам примером. «Все, что я делаю, это доказываю вам то, что призываю вас делать, но вы этого не делаете. Не именно вы, но вы понимаете, о чём я говорю. Вам необходимо это делать. Необходимо делать своё сердце чувствительным к Слову Божьему». Не знаю, сколько я пропустил теленовостей с тех пор, как получил это откровение. Я знаю, что мне нельзя их включать. Вы скажете, «Брат Доллар, но это вы уже хватили лишку». Знаете, что я прочёл? Я немного забегаю вперёд. Если бы я 30 минут слушал новости, тогда бы начал размышлять обо всём, что там говорится, и перестал бы размышлять о том, что говорит Бог. Моё сердце ожесточилось бы к обетованиям Божьим, потому что я держал бы в уме проблемы мира и размышлял бы о них. А я этого делать не хочу. Я не хочу этого делать. Потому и проповедую это сегодня. Скоро я стану совсем странным. Потому что я хочу видеть проявление благодати в моей жизни в этом году. Я не хочу ждать ещё 15-20 лет, но хочу видеть это сейчас. Я хочу иметь исполнение обетований. Когда я возложу руки на человека, и от этого будет зависеть его жизнь, я хочу, чтобы действовала сила Божья. И надеюсь, человек не будет противиться мне своими размышлениями. Я не хочу быть проповедником только по названию. Дело не в том, что у Авраама была великая вера, а в том, что у него не было неверия. Он не помышлял о неправильном. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...